друзья доброе утро это зинаш не зей наш зи наш человек покатаемся другие так сейчас едем вначале в наш медцентр там рентген есть сделаем попробуем сделать снимок пятки потом за спрошу у них в процедуру не процедурном а физиолечение какие у них есть там для моей шпоры процедуры если нет значит наверно нужно проехаться до 4 горбольницы на папанина чтобы исключить другие варианты друзья и скалку катаю и по пятке била не знаю я вот она как весь как силю нормальные люди я физическую боль не не терплю у меня есть когда сильно больно у меня сердце не тоже останавливается а вот замирает и дышать не могу так здесь что-то машин есть нет нету ну ты козел а ну извиняюсь друзья но там улица наверно в полдня одна машина проезжает он без поворотника я на главную выезжаю он без поворотника и не знаешь и стою жду куда он повернет и он передо мной поворачивает по главной улице и знаете притормозил и медленно мимо меня проезжает вот такой козел я тогда ехала и имел неосторожность там за рулем не тоже не слышал кроме вас меня и вот сучонок и не знаю кто то там писал ой не обязательно же материться прыгаем друге колдоебины если это человек смотрит меня наверно книжки не читал что сука это литературное слово это это девочка собаки сучонок это значит его ее сыночек ох тетка на мотоцикле не на мотоцикле такие китайские те сейчас машин толком нету уехал вас включить я у тебя поставлю свою машину и туда заехать нет здесь пускай стоит пойдемте медцентр снимать там не буду другие ступеньки конечно капец купила мороженое петровичу вчера говорила же он вообще с меня денег не берет мороженое любит это ему отдам сейчас гляну на себя мой любимый петрович сижу в рентген кабинете ой как вы смотрите ужас вот так сняли сейчас пошел делать этот проявлять пленку хороший медцентр но вот это же можно было вон сделать ремонт блин видимо протекает крыша а здесь электричество мало того что электричество триндец полный это же как долбанет он вышел я снимаю вон 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 в больницу куда здесь идти городская клиническая больница сюда нужно спросить регистратуре горд так никогда здесь не было так консультативно-диагностический центр розочки поливать ой жара на улице други мои жара жареные ой вышла с процедуры друзья смотрите храм какой-то строится тоже купола золоченые красивенько вышла я с процедуры хромая еще бедные на говшинах машина стал то перед через дорогу платной стоянки час-две стенги по моему ой жара на солнце други мои так чё там машина давай проезжай быстро так хоп-хоп-хоп свыше двух часов стоянка 200 еду друзья с 4 гор больницы назначили мне на пять дней электрофорез на пятку и блин еще какую-то процедуру блин нас чё-то котеные заплатила сказали на пять дней можно по по частям кто его знает сегодня завтра поеду а там видно будет потому что мама же дома за два дня за прием к врачу шесть тысяч заплатила и 5 200 за два дня этой за физиолечение один раз поставили на пятку но у меня такой аппарат дома есть я уже за два дня заплатила завтра приеду вот такой же аппарат я вам показывал меня дома есть у нас вот мы с на вакоином делать на нога и месть ударно-волновой терапии нет у них лазер она говорит ой я бы посоветовал вам не лазер а этот вот это увы че поэтому сегодня сделала завтра съезжу петрович заходил к невропатологу готовой у меня тоже шпора было тоже на у меня на левой ноге было у него я как мазал крема кремом мази у фулл флекс его и блин у меня же есть этот фулл флекс вот кстати когда первый раз у меня появилась эта шпора я фулл флексом мазалась он будет вот и таблетки фулл флекс есть на ночь прям одну таблетку пьешь помазал пятку мазью и этот и таблетку фулл флекс на ночь все хорошо надо купить час там у нас потому что он по красный свет сейчас все поехали туда ехала мне что-то по тугису по навигатору показали в объезд дорогу а сейчас более короткую дорогу нашла по памяти поэтому ой друзья столько советов посоветуйте мне спасибо большое всем и вот все девчонки пишут свои истории при разводах мы вот когда с мужем с первым мужем разводились я же говорила он говорил что откажись от алиментов я выпишусь твоей квартиры а я когда вы замуж вышла я ходила на курсы еще до замужества начала ходить на курсы кройки шитья ну естественно мне мама с папой покупали ткани много нитки были швейной машинку папа купил мне подульскую чайку и муж мне такие вещи говорил говорит квартиру по идее у нас едет ли он говорил когда это все я проконсультировался с юристом это все совместно нажитое имущество поэтому я буду делить все до последние нитки вот ткань кусок ткани есть пополам две нитки одну тебе одну мне двое ножниц одни тебе одни мне я конечно была в глубоком шоке если если я не откажусь от алиментов слава буду делить все одну ложку тебе одну ложку мне человек с высшим образованием в городе вырос не жалко конечно друзья ни ложки одной ни вилки но сам факт блин разговора что я буду делить каждую вилку каждую ложку при разводе там когда я замуж вышла говорила что я к нему пошла жить в горном гиганте жили частный дом пришли я говорила у них на стенке в зале только был ковер шестяной выцвеши выцвеши на полу лежал кошмар это восемьдесят седьмой год у нас на тот период я из рабочей семьи у нас на полах паласы были на стенках ковры были ну как у всех советских людей цветной телевизор был а когда к ним приехала у них в зале стоял телевизор и вечером еще придана не привезли мое я говорю давай телевизор включим раз включила не работает они все смеются ходят оказывается это был черно-белый телевизор просто он внутри запчастей нету просто корпус телевизора стоит с экраном для интерьера потом через через два дня по моему привезли мое приданное там последний выпуск горизонт по моему телевизор был цветной кнопочный ковры были паласы были ковер зала сняли повесили мой красный ковер новый красивый на пол постелили палас новый сейчас кольцо проедем вот у себя в комнате конечно там спальня а при разводе а не при разводе когда получили квартиру в восемьдесят восьмом году восемьдесят девятом году в апреле стали собирать вещи у меня двухкомната квартира здесь новая туда вещи зала ковер свекровь не отдала палас зала с пола не отдала телевизор скрипя сердце скрипя сердцем разрешили забрать потом был маленький палас полтора на два у заловки в комнате на полу лежал тоже не разрешили взять сапоги были мои финские вот не разрешили взять и духи шанель номер пять мне на свадьбу дарили не отдали подъехала я друзья в магазин и пойду хлеб покуплю и масло посмотрю на аварии на перекрестке видите одна в другую мочканулась машина в магазин на полу а не не жар не 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 Продолжение следует... 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 Потому что раньше брала серую Но серая по кромке Знаете, такая вот была, как порванная Полтора метра ширина И полтора метра вот этой сетки Возьмешь, и потом надо Отставлять, поэтому я взяла синюю Думаю, не страшно, в зале тоже неплохо смотрится Кому не нравится Пускай поставят нам золотые сетки, правда? Сейчас приступим Пацан ходит тут Досик Что там, пацан? Шарко? Сейчас вас установлю здесь Наверное, вот так вот Берем сетку Видите, я Скотчем В зале большое окно Скотчем залепила, оно нормально А это вот на улице дождь шел, видите? Солнце, дождь Она намокла, потом солнце И вот это порвалось Птицы залетают так Вот порвалась я, штопала, видите? Вот она Так порвалась я, кусочком заштопала Вот, ой О, при вас порвалась Вот птицы тоже Ой, летали Вот она, солнце, вот она И сейчас, вот смотрите С треском Поэтому начнем Ой, смотрите Под градом Да чего жарко на улице Вот кто посмотрит, скажет Это она облилась водой Это ужас какой-то Ужас Духота такая Вот так вытираюсь одеждой, блин Спина вообще прилипла Ой, слушайте, ну что-то это Нереальная жара такая Это я для мангала брала Ой Как в песне поется А нам всегда Чего-то не хватает Зимою, летом Зимою, летом Зимою, летом Осенью, весны Солнце вроде село, но Шпарит еще Пойдемте вешать сетку Пойдемте вешать сетку Смотрите Там в углу Сейчас только увидела Ой, блядь Ули Осы Ой-ой Кишмя кишит Надо будет Вечером попшикать их И завтра заскребсти Вон розы Вторая волна Цветения пошла Ой, в такую жару Вечером пахнут прямо Красота Там где-то белая Да, вон она, белая Роза Цветет Вчера, видите Вон до туда Пока село и дождь начался Да, Тосик? Ну все, друзья Удачи всем Кто смог сделать Один человек Второй человек Обязательно с такой Сможет сделать Давайте Ваш изинаш Дождь Ом Продолжение следует...